привет всем ижишам и сегодня играем beautiful desolation если честно я еще в ней не играл но уже хочется отметить довольно классный саундтрек меню игры ну а что же касается геймплей и прочего давайте посмотрим кептаун южная африка 1976 год это последний раз шарлиз меня довольна знаю дорогой знаю но дон болен нужно им помочь да но я пытался столько раз пытался не нужна ему нищая помощь он же твой брат марк столько всего пережил завтра протрезвеет тогда и поговорим кстати смотри тут можно увидеть диалоги и в целом целом пока что довольно приятно озвучка ролики пока что все на довольно высоком уровне вечно это твое завтра поговорим да ты права да ты права знаю ты права просто уже поздно я устал нужно чтобы он знал что мы всегда готовы вам помочь он нуждается в сочувствии и поддержки ему будет безопаснее с нами ему нужна помощь специалиста мы найдем для него специалиста знаю будет непросто но у нас получится надеюсь он не на улице погода ужасная я сто лет не видела такой бури блин вот это ливень включи радио пожалуйста послушаем про ситуацию на дорогах ура десятилетия уже известно о полном отключении электроэнергии в городском округе кейптаун дороги прикрывают по всему побережью атлантического океана более подробно отчета ситуация ожидается к началу следующего часа слышишь что-то громыхает что за марк что-то в небе как куба марк что-то в небе как куба марк десять лет спустя а это видимо наш главный персонаж судя по диалогам которые мы смотрели и иконкам то это он так а вот и сам геймплей ржавый мангал ну хоть блоки данных у них есть это они заблокированный терминал любит игровые автоматы подключиться к телевизору давай посмотрим краткая история треугольника серия 1 ну давай посмотрим и вдруг среди общего горя словно дарь с небес появился треугольник да странное объяснение шла война и тут появился треугольник рождение невероятно развитых технологий цивилизации достигшие совершенства во всех сферах знаний мы покончили с голодом болезни починили себе энергию и победили смерть но есть и те кто противостоит мощи союза треугольника пятая колонна напуганная нашим прогрессом и могуществом которая только и ждет чтобы наш мир вновь погрузился в хаос этим единицам нет места в мире они будут раздавлены под пяткой ангаров когда мы широким шагом пойдем великое будущее ясно от дистинкин fly надеюсь это железяка летает но он постоянно разбрасывает вещи так инструменты мы как-то с ним можем взаимодействовать единственный способ добраться до треугольника это по воздуху туристы отваливают немалые деньги на замест на вертушке так диванчик игровые автоматы неоновая вывеска спальня дона так но это я так понимаю заблокирована ну давай осмотримся получше так а вот с этим мы позвоним взаимодействовать можем ключ карта дона так я так понимаю мы должны сейчас использовать терминал у нас же есть карта постой нет не так так нет как же тебя использовать а ну вот расписание пилотов колон турс вход выполнен так читать сообщение держит туристов подальше от треугольника ближайшие 48 часов получше еще один штраф уволен не доводи меня лес ли всем пилотам погода ожидается экстремальная турбулентность понятно что ж а это еще что старый топливный элемент очаровательно и что нам с ним делать а вот и дон этот примет можно нужно совместить так ну давай наверное вот дадим или нет марки давно не виделись я думал ты позвонишь и предупредишь что собираешься в гости я бы прибрался донат и вырос донат и вырос ну да поправился малость вертолет помещаясь и ладно сколько лет прошло 9 10 последний раз мы виделись на похоронах ага там вижу ты наконец встал с кресла хорошо поставили фиксатор на ногу не болит но чешутся до жутко тебе идет ты прямо супергерой охренеть не встать с протезом мне нужна твоя помощь что-то вязался нет вовсе нет мне нужно подняться на треугольник ты что прикалываешься нет мне нужно туда попасть и кроме тебя пилотов я не знаю нахрена туда собрался просто скажи поможешь или нет нет в смысле что-то вообще собрался там делать треугольник же здоровенный куда-то вообще приземляться вокруг него что-то растет что-то создано людьми у меня есть координаты и фотографии есть даже глаз огнатского солдата мне просто нужен летчик кто умеет летать я же экскурсовод братишка если подлетим слишком близко нас собьют я знаю что ты сможешь подлететь близко ты же военный летчик ты сможешь подлететь близко и высадиться ох мать-пери-мать ладно если и лететь сегодня ночью говорят будет буря всех эвакуировали в такую погоду воздушных патрулей не будет летать в такую погоду верная смерть но как только мы туда поднимемся у нас будет всего пара минут иначе нас засекут мне нужно всего лишь забрать резервную копию данных как только вернемся всем об этом расскажем скажи мне одно почему именно треугольник ты так знаешь ты сам прекрасно знаешь да мы за тобой ехали когда он появился я мне не вернуть но я хочу разобраться что произошло и почему то есть он пытается отомстить за свою жену закрытое воздушное пространство кейптаун 1986 год выключаем свет листа обожают подобную хрень ничего не вижу из-за и мне где это я волнуйся братишка она где-то там по идее а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Или побежим просто за доном. Кажется, он больше из нас знает. Вот он, зонт. Я так и знал. Так, судя по всему, нам тут как раз-таки нужно использовать... Нет, не так. Охренеть, не встать. И какой пароль? Нет. 6,5 часа поздно. Так. Расследование. 8, 7, 3, 8. Давай попробуем. 8, 7, 3, 8. Нет. 7, 7, 3, 4. 7, 7, 3, 4. Да, отлично. Подключено к... Драминарис Коза. Доступ ограничен. Только Южноафриканские силы обороны и их поставщики. Изменить процедуру резервного копирования. Так. Отлично. Ну что ж, мы копировали все. Теперь, судя по всему, мы должны... А тут у нас что? А, вот. Сами данные. Диск с данными треугольника. Привет. Стоять, не двигаться. Вещь на землю. Руки за голову. Не стреляйте, мы не вооружены. Нас всего двое, мы не вооружены. Штаб, штаб, как слышно? Здесь два нарушителя. Объект Дарис, прием. Слышишь? Похоже на какой-то выброс из сталкера, но да ладно. Так, и судя по всему, нас всех перенесло. Агнатская собака. Штаб, вызываю штаб, прием. Давай осмотримся. Что это было за херня? Каменный шпиль. Устройство с зажижением. Удаляется, считывая данные с неизвестной местности. Симулятор. Какая-то дверя мне штуковина, не помню откуда она взялась. У тебя ее и не было вообще-то, ну да ладно. Так, военный транспорт. Твою мать, закрыто. Дон, ты в порядке? Нихера себе, Марк, ты только глянь, где вы вообще? Похоже, мы отравились. Похоже, мы все еще на треугольнике отрубились, наверное. Куда делись все лаборатории? А где вертолет, где? Ох, мне явно с работы попробовал такое. Мистер Каллан, таких людей... А, не таких людей в катет, когда узнает. У нас проблема погруче. Оглядись, Дон, не думаешь, что наша семья... Что наша самая большая проблема сейчас, это твоя карьера. Да, ты прав, ладно, что делать будем? Лучше пока что никому не знать, что мы здесь. Нам нужно выбраться с треугольника. Сможешь улететь вот на этой штуковине? Да, похоже на обычный... Войсковой транспорт, вряд ли... Так, давай-ка лучше посмотрим... Блин, я не успел прочитать диалог. Но... Постой, он же... Он же так и не понял, как... А, вот, сканирование окончено. Предупреждение, разряд. Опа-на. Воу-воу-воу, полегче. Это какие-то акреты. Хе-хе-хе. Эзерф онлайн. Нечистые создания. Священный храм Дариса. Осквернен. Твою мать, где это мы? Грязные людишки смеют обращаться к нам, оскверняя храм Дариса. Загрузка дополнительных протоколов правосудия. Просим прощения. Мы не местные. Мы не знали, что это священное место. Протоколы правосудия загружены. Очистка ошибочных данных. Не наше это дело, прощать мясу грехи. Мольбы о прощении записаны в журнал, для передачи в летопись. Подключение к летописи. Новая информация добавлена в очередь. И все же мы обязаны избавиться от этих нечистых, активация сканирования ДНК. Просьба не двигаться. А что тут вообще происходит? Не трогайте нас, прошу! Что-то вообще происходит. Избавиться? В смысле? Память переполнена. Пожалуйста, проведите дефрагментацию, чтобы освободить память. Выгрузка протоколов правосудия. Возможно, он испытывает небольшой дискомфорт, когда мы будем выжимать соки из его поганой человеческой шкуры. Его кровь украсит броню Агнатов. Когда мы выполним волю Дарриса, это великая честь. Прошу простить наше вторжение. Прошу, сжальтесь над нами. Простите, что осквернили Дарриса. Обработка? Загрузка субкоманды? Помилование? Да, нет. Он просит прощения. Может, он сможет искупить вину за то, что посигнул на арену. Неврохорсос. Секвенирование ДНК завершено. Отмена приказа об уничтожении. Этот мешок с мясом не мутант, как необычно. Стоит доложить об этом вознесенном. Установка связи с вознесенными. Какой везучий мешок с мясом? Был на волосок от смерти, но уцелел. Капитан Фисис. Готовьте транспорт. Курс на бастион. Бастион? Что за бастион? Куда вы нас тащите? Лимит памяти исчерпан. Чтобы очистить память, вернитесь к станции перезарядки. Хватит тратить время на этот болтливый кусок мяса. Лейтенант Море, берите толстяка и агнатскую псину. Оставим их про запас. Оставим их про запас. Но пока что игра довольно красива. И, конечно, графика, рисовка, все очень необычно. И я бы сказал, в какой-то степени свежо на фоне других проектов. Хм. Так, а вот наш персонаж. Ну, радиочастота. Дон. Так. Отключение. Дон. Кажется, кажется, не ловит. Хотя нет, стоп. Помехи. Меня кто-нибудь слышит. Я на частоте. Дон. Дон, прием. Помехи. Марки, да, я тебя слышу. Я ранен, но ничего серьезного. Я рядом с каким-то спутником. Больше ничего не разобрать, не пойму, где я. Я ранен, отрубаюсь. Помоги. Дон, держись, я иду. Конечно, если у него ничего серьезного, странно, что его врубают от ранений. Так. А, мы вписали растения в кодекс. Дай-ка проверим. Треугольник, переход. Да, похоже, что да. Требуется вмешательство Агната. В общем-то, терминал заблокирован, поэтому мы ничего сделать не сможем. Но он сказал, что он находится где-то у какого-то маяка. Что за... Надо же, ты выжил. И даже не царапина. Ты все так же силен, дитя мое. Все так же силен. Выжил. Так это из-за тебя мы разбились? Вы разбились из-за взрыва. А, взрыв вызвал я. Так что, в принципе, вы разбились из-за меня. Да. Старик Доли. Мне нужно найти брата. Его выбросило. Кажется, я видел парашют. А, брат, второй. Да, он точно жив. И определенно будет жить. Пока не умрет. Охренеть, не встать. Лучше умерить осмысленной смертью, чем прожить осмысленную жизнь. Не правда ли? Прошу прощения. Я спал. Это сон? Нет. Нет. Ну, теперь точно сон. Я запутался. Это все треугольник. Во всем виноват треугольник. Думаю, он нас куда-то перенес. Куда-то? Вовсе нет. Вы остались там же, где и были. Нити прочны, очень прочны, но мир сдвинулся с места. Он имеет в виду путешествия во времени? Местоположение прежнее, а вот время изменилось. Я не уверен, не уверен, сколько прошло дней. Кажется, я ненадолго уснул, но если верить летописи, прошло несколько веков. Столько данных, столько. Нужно возвращаться к работе. Расскажи мне, как добраться до Дона. Дон жив, говоришь. Как мне до него добраться? Расскажи, прошу. Какая забота, какое сострадание. Я и забыл, насколько сильна в тебе любовь. Ты найдешь брата. А что? Если он ранен, нужно торопиться. К югу отсюда есть неисправленный транспорт. Его можно отремонтировать с помощью деталей из разбитого корабля. Когда транспорт будет готов, тебе понадобится нейросеть. У этой марионетки она есть. Мне пора. Все не так. Не так. Нити так запутаны. Уходи. Сейчас же. Под нитями он имеет в виду типа как ткань пространства или время или что вообще он имеет в виду. Ну ладно. Я думаю в дальнейшем мы об этом узнаем. Ну ладно. Давайте наверное на этом заканчивать. В целом игра довольно интересная. Рисовка, диалоги, ролики. Все на довольно высоком уровне. Ну и сам ценник довольно демократический как мне кажется. Поэтому если вам понравилась игра пишите комментарии. Ну а на этом все. Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь и до скорого. Ну нахер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok